Прогнозный план приватизации на 2022 год. Приложение номер 1. Предлагаем для начала сделать прогнозный план, разместить там 5 объектов. Это 4 объекта. Это составляющее здание по улице Челымская, 78. Остальные 4 помещения. И кроме того, неживое здание улица Челымская, 78А. Мы надеемся, что эти объекты до конца года перейдут в муниципальную собственность. Ну и можно учитывать то, что в текущем году мы прогнозный план переделывали 4 раза, мы в него вносили изменения, когда у нас появлялась возможность или необходимость какой-то объект продать. Поэтому можно в него будет вносить изменения. Кроме того, в приложении номер 2 на период 2023 года предлагаем разместить объекты 22 микрорайон, владение 1, здание 5, которые мы в текущем году продавали, но заявок на участие в аукционе не подступало. Также нежилые здания в Подсосном, здание прачечное номер 11 по улице Арбузовой, 56 и Советское 12, нежилое помещение 17,4 квадратных метра, которые также в текущем году продано не было. Если на какие-то из этих объектов появятся заявления от граждан, мы тогда будем к вам выходить с предложением внести прогнозный план изменения. И на 2024 год предлагаем внести прогнозный план приватизации нежилое помещение номер 15 по адресу Буськова 8А площадью 209,4 квадратных метра для продажи муниципального имущества на электронном аукционе. Ирина Ивановна, а Чулымская 78А, она в муниципальной собственности или мы также ожидаем? Мы также ожидаем, когда нам его передадут. Это начало следующего года будет, наверное? Мы обещали в текущем, мы их просили в текущем, потому что писали письмо, мы направляли его в сентябре. О том, что нужно передать в текущем, появляется собственник, что мы как раз объявляли аукцион и говорили, возможно будет собственник одного помещения. И просили эти объекты передать побыстрее, потому что они разрушаются. Я об этом уже рассказываю. А еще вот на 2024 год стоит в плане приватизации Гуськова 8А. Подскажите, пожалуйста, сейчас оно тем используется и что мешает его, как говорится, на 2022 год выставить, ну включить в план приватизации? Что вообще за помещение? Нам надо план делать на три года. Если честно сказать, у нас не столько много объектов, чтобы по годам их даже расположить. Это помещение на втором этаже Гуськова 8А, где раньше был спортзал или кинозал. В общем, такое помещение, которым никогда никто не интересуется. Над пекарней, да? Осталось над пекарней, да. Поэтому оно вот у нас есть. Мы в этом Гуськова 8А продали четыре объекта, а этот так и, к сожалению, не продался. Там, наверное, кровля как бежала, так и бежит. Совершенно верно. Пекарня жалуется нам на этот объект все время, но пока мы с ним ничего сделать не можем. Коллеги, пожалуйста, вопрос еще. Ирина Ивановна, а вот у нас в 2022 год сформирован прогнозный план. И в показатели бюджета войдет эта сумма 2,5 миллиона. Если документы не будут готовы, это риск, да, что мы недополучим бюджет 2,5 миллиона. Ну, чтобы исполнить бюджет во что бы то ни стало, мы тогда, если будем понимать в феврале, например, что нам объекты пока не передают, тогда будем включать другие объекты, переносить. И по подсосному у нас также желающих... Вроде бы желающие были, а когда объявляешь, они не отправляются. Так же, как и по прачечной. Арбузок 56, да, вот эта, которая... Да, их бюджетан же, они прямо написали письмо, просили объект сформировать, а потом они сказали, у них из них есть план. Мы дважды объявляли, я им звонила, дважды мы не стали заявку подавать. По подсосному представители Красноярска были, приезжали, как бы, ну, выйти так не нужно. Желание издревляли, там объясняли, показывали. Там желание было как под базу сделать, да? Продолжение следует...